Болгарина, да, Болгарина. Толянц действительно четко срабатывал, но этот полегче действительно шел. Честно, я даже не знаю, на кого поставить. Мне оба парня симпатичные. Ну, чисто так вот попробовать, испытать. Блин, чувствуется запас физический у него. Да. Вот чувствуешь, да, когда все-таки смотришь на человека, и он с таким запасом. Видно, что его там подшатывает, видно, что он ее тянет, он ее поднимает. И это не как вот, вот смотришь на Славу, да, он там ее подорвал, и она камнем вниз падает. А здесь он ее, по-моему, даже не подрывает, она все равно вверх летит и летит. Без шланги 200 килограммов, ангронина пицеларная, низоверная. Это вторая часть парализовского балета. Ну что, мне сейчас интересно смотреть за борьбой. Спасибо спортсменам, итальянцу, Антонио Пицелата и Карлосу Насару за такую красивую борьбу. 200 килограмм. Антонио Пицелату. Красавчик. Закусились, как говорится. Вот за это... И новый рекорд. За это мы и любим тяжелую атлетику, вот за такую борьбу, за такие подходы, вот такие подъемы. Установить 201 килограмм. У нас получается... Новый рекорд. 200 килограммов. Если не справиться, значит, ну... Ну, сейчас... Сейчас уже другая сейчас ситуация. Сейчас получается ситуация, кто толкает этот вес, тот и чемпион. Если оба толкают вес 206, то итальянец чемпион. Если сейчас не толкает болгарин, соответственно, сразу же итальянец остается чемпионом. И болгарин становится второе место. Но нам для интереса, для кайфа, вот смотрибельности и получения удовольствия, конечно, хочется, чтобы... Но сегодня на видео я тебе показывал, как он 207 толкает. Так что смотрим 206. Борется, да. Грудь взял, молодец. Ой-ой-ой, красавчик! Вот это мы сегодня с тобой увидели просто... Очередной рекорд побит. Просто праздник, праздник тяжелой атлетики. Ну что? И болгарский спортсмен выходит на первое место. И 369 у него сумма. Сумма 369, гроссмейстерская сумма. Ну, теперь все от итальянца зависит. Да? Поднимает чемпион. Нет, остается второе. Видишь, в чем заключается тактика, тактическая борьба тренеров. Каждый тренер же тоже специалисты. Они знают заранее, сколько кто поднимал на тренировках, как на тренировке поднимали на развинке. Как он сейчас себя чувствует. Как он готов, как не готов. И из-за этого ведется борьба. Может быть, знаешь, как другой бы тренер с Италии сказал бы, давай мы спокойно сейчас 205 толкнем и загоним его на 207. Но нет, они знают, что болгарин очень сильный. И... Ну, смотрим. Антонио Пицалата. 206 килограмм. Чемпионский подход. Вот. Ох ты. Вторая фаза. Ой-ой-ой. Спасибо, ребята. Красавцы. Браво. 19-й год. Браво. Спасибо. Спасибо, спасибо. Владимир, спасибо тебе, что пригласил. Я считаю, что вообще на сегодняшнее выступление, вот сегодняшнее выступление ребят, двух спортсменов из Италии, из Болгарии, эмоциональный итальянец, как красиво радуется. Ну, он действительно просто сумасшедший подход. Это одна из самых интересных и красивых категорий на этом чемпионате. Мы запомним надолго это выступление. Ну, пока это, да, концовка вообще самая яркая. Если честно, вчера была потрясающая борьба у ребят. Да, Божий дар это тоже вчера дал. Но здесь, знаешь, когда мы всегда говорим о том, что когда чемпионом становится, и очень интересно смотреть, когда чемпионом становится человек, который прибавил и взял и толкнул. И мы сейчас смотрим эмоции, да, болгарского спортсмена, который тоже уже думал, что толкнул, и уже думал, что все, он победитель. И тут итальянец выходит и вот это совершает чудо. Молодцы. Ну, это в очередной раз повторюсь. А вот, кстати, немцы подошли, поздравили. Да. Ну, слушай, мы сегодня видим как раз два явных лидера. Первое, второе место. И вот расстроен болгарин. А третье место, на самом деле, третье место, ну, все мы говорим, это заслуженная медаль Ритфорса Сухаревса. Спасибо.